Принять отчет правительства, которое официально ушло в отставку, из уст совершенно не сведущего в ситуации человека, Мухаммед Калы Абулгазиева, оставшего вице-премьером около двух недель назад, пришлось сегодня депутатам комитета по бюджету и финансам. Бывший руководитель соцфонда минут 20 называл различные цифры, после чего подытожил, что не все, что планировалось, пошло как надо. В планах программы госинвестиций, к примеру, значилась сумма в 32 миллиарда 100 миллионов сомов, а в итоге оказалось лишь 19,7 миллиардов. Из-за такой большой разницы, несколько грандиозных проектов сегодня не закончены или вовсе не начаты. Например, ТЭЦ Бишкека, альтернативная дорога Север-Юг. Причина, конечно, и в том, что министерство все эти проекты нормально не спланировали. Изменения в работе Кумтора привели к снижению производства на 4%. Большие траты пришлись в сектор энергетики. Миллиард 600 миллионов сомов. Недополучилась страна и ожидаемых средств от членства в ЕАЭС. Вместо чуть более 3 миллиардов сомов в казну поступило лишь 70% от положенной суммы. Миллиард 670 миллионов. Отвечать докладчику было непросто. То об этом в документе не сказано, то надо уточнить в министерствах. Отчет правительства ТЭМИРа Сариева нам представляет недавно назначенный первый вице-премьер Мухаммед Халыя Абулгазиев. Что мы можем с него спросить? Как он может отвечать за работу прежнего правительства? А почему не предлагали Сариеву, чтобы он сам рассказал о проделанной работе? Кто-то его звал на комитет? Может, у него было бы что сказать? Вместо сводки нужен был сравнительный анализ, возразили депутаты. Не только с прошлыми годами, но и относительно существующей национальной стратегии развития государства на 2013-2017 годы. Так, объем ВВП не достигнет назначенной суммы. Вместо 350 тысяч рабочих мест только 13 тысяч. А в целом из 77 проектов над стратегией лишь 18 выполнены до окончания намеченного срока. Остался год. Да, вы правильно говорите. Да, тогда у нас был экономический рост, и мы прогнозировали его до 2017 года. Тогда, по планам, у нас рост должен был составлять 7%. Но никто не думал, что будет кризис. Над этим вопросом правительство на сегодняшний день работает. Будет проведена актуализация вопроса. По плану, рост экономики предусматривался на уровне 7%. В итоге составил 3-4%. План будет уточняться. Чтобы сложилась хоть какая-то картинка, что и насколько изменилось, депутаты представили свои доводы и заключения. По ведению бизнеса мы должны были быть на 30-м месте, а по факту на 67-м. Если бы мы были на 30-м месте, в страну поступило бы 2 миллиарда долларов прямых инвестиций. Это задание президента. Кто теперь ответит за это? Почему вы не проанализируете? По экономической свободе мы должны были быть на 40-м месте, а по факту на 96-м. По вовлеченности в мировую торговлю должны были занять 60-е место, а по факту 109-е. Мы члены ВТО и ЕАЭС. Наши показатели должны были улучшиться. Однако сегодня у нас 109-е место. И, к сожалению, в отчете правительства нет ответа, почему мы не достигли результатов. Нет ответа и когда, наконец, появится в стране ветлаборатория, логистические центры и будет проведена идентификация животных. Но в связи с таким неоптимистичным отчетом, логично, что депутаты спросили про антикризисную программу правительства, содержание которой хотела бы знать и оппозиция. Но пока не назначена даже дата рассмотрения ее новым Кабмином. Елена Яковлева, Алтынбек, Каныбекулу, НТС.